Кришна. Когда я был ребенком, он научил мне грядные данные. Он дал мне игроку, прадхи Кришны, чтобы я был нацел, ей. Вменьшу рад, когда прадху, чтобы я мог играть в рафинок. Он был добрый ко мне, и я услуг от него идеи, которые Божью крепил во мне духовный учитель Младшиный Отец. Субтитры поделали. Пишите в условиях личных. Что даже такое, что с ним в хрене. Сама уцелая. Не могу уметь. Очень важно. Умреть. Это редкое железо, когда человек хришит в университет, чем сердце. Но, в основном, в книге говорится, что живой существует баловаться самому. На этом пути буквально придется сталкиваться самому чувствуя. Ему придется трудно. Это будет выглядеть хорошо. Ну и, насколько считаем все, как заслепчено, в миллион раз, в легче в миллион раз. Ну, как вы говорите, что привлекция к Кришне, как сегодня, нас удовольна. Нужно в мировой жизни прожить, чтобы так увидеть его или услышать. Это заслуга. В протяжении в миллионах жизни мы должны заработать, как вы говорите, как вы говорите, как вы говорите, как вы говорите. Ну, для Кари распочитаем мы метод. В вовлеченном виде. Хайяма Санкишлина, совместный, громко распевывается. Как объясняется, это громкое распевывание рассеять все с ними. Создает эту трансцендентную атмосферу. Это громко распевывается. Или в этих насилищах может любым сердцем слушать Кришне. В любом случае, его просто нет и не обратить внимание. Кришне просто едит с любовью, что Кришне. Кришне, как вы говорите. Но для Хайяма Санкишлина нам нужно право для вылечения прямо от Вишни. Даже от Коран не нужно говорить. Если это происходит, то всегда один. Преосевая. Но сегодня день удивления, начали. Семьем день. И в день, и в день, и в день, и в день, и в день. Просто все не было. Просто все не было. Просто все не было. Сейчас везде, в таком случае, по всему миру. Это директ помещают. С большим шумом. То есть, я сейчас поднимаю, я не знаю, как это. С большим шумом, вообще, это большой шум. Это рекламный, да. Витя, праздник. Витя, где никто не выбирает никакой кухоли, и все станут с опьянными. И сразу. Это директ. Духовное дружинство. Витя, праздник. И так, при счастье Господи Кришне, как же вот было, каким жёлтым Господь сам приходит. Вот измельчин. И вот сразу формат, и время в день приходит, и время в день приходит так же. Вот так случилось. И в нашем мире когда-то. В самое трудное время, когда планеты захватили демона. Победы царей, захватили власти. Создали демоническую врачебную культуру. Кришна, видите, говорит, что демоны в своей культуре мира не находят тоже. Между собой. Не знаю, это не вряд ли. Хорошо, я вас знаю. Победы и демон не очень могут. Мирно общаться, понятно. Разные природы. Но и другие демонического общества тоже нет мира. Остейшие конкуренции. Демон — демон враг, на самом деле. И подчиняется только силе. Поэтому не грязь от оружия, не создаёт оружие. Страх наводит. Как-то, ну, какой-то порядок нанести под страхом наказания и смерти. Мы живем очень похожи, говорит. Много страха. И когда-то на земле царей, они стали демоничными и планеты не убежали. Здесь описываются предпосылки. Когда-то давно земля изнывала под временем огромные огни. Собранных правители не разных стран. Эти правители в действительности были демонами, которые велились в царской одежде. В мире не стало покоя, и тогда богиня земли, Кунин, отправилась в рост в храм. Чтобы рассказать ему о бедствиях, которые она терпит из-за царей денег. Перенефолми коровы, Кунин со слезами на глазах, и стала пить его святым брамом. Но она плавно не закрушалась. Страх привлечь в нем состраданием. Услышав рассказ о бедствиях, о бедствиях, о бедствиях, о бедствиях, о бедствиях. Он тотчас отправился к Молочному океану, где пребывая Господь Вишну. Господь Брамова сопровождая всех глубоких обновил Господь Мшивы. И Кунин последовала за ними. Идя на беде полночного океана, Господь Брамова стал называть о помощи Господу Вишну. Четверо однажды уже спас, что на этой земле принял облик Божественного Ветра. Так, и сколько-то в прошлом году уже, в детстве земли процедили, и на глазах у величек был Валов, Фар, Адеф. Спас землю. Интересно, что Брама не знал, на самом деле, как поднять землю. Какой-то место теряет благочестия, никто не знает, как это не видит. Так, считается процессом необратимым. В нашей новости есть такие необратимые процессы. Если человек совсем уж падает вниз, то он, в смысле, не знает, как это вообще. Помочь можно одному, кто сам себе хочет помочь. Но если человек так падает, что сам себе хочет помочь. Как ты скажешь, это необратимый. Это беда. И даже Брама не знал, как в то время землю поднять светить. К тому же она сохранялась демонами, или была заплачена демонами. И так, если в обеих демонов ничего не изменится. Демоны, наверное, из-за самого демона, допустим. А тот, кто жестоко убивает демонов, демонизируется. То есть нет результатов времени. И так, Брама полугодия, они не знают, что идет в этом случае. Развязываться в жестокую войну с демонами тоже опасно. Поэтому, пишите, 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 пишите. И так, если человек убивает демоном, он не становится живым. Он не изменит. Он не изменит. Подает под влияние собственных действий и поступков. Если человек убивает человека, он становится демоничным, конечно. Он становится преступником. Но не меняется металличея качества, арабки. Штатский грех касается его сбережная и благочестия. Даже когда человек в военное действие принимает участие, тоже, даже в правильное военное действие, тоже это сверху присутствует. Поэтому Абжуда, собственно, не хочет отказаться от этой битвы. Что мы получим, если убьем всех этих неправильных целей, да? Мы и сами станем неправильными. Да. В итоге. Мы тоже потеряем, было честь в итоге. Но знаете, какая право проникла? Война таких масштабов вообще. Когда вместе с демоном мы убиваем, и также лучшие качества людей приходится. Ведь они же смешанные эти качества. Ведь хищно. Он на то исправление. На исправление берет свое. Но хищно, а в липе душа. Как можно сказать? Все запуталось. И бывает время на том, что мы убиваем. Все самое лучшее тоже. В коем случае. Но хищно реально. Я дай, 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 дай. Я дай, дай. Я дай, дай. Я дай, дай. Я 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 дай. В современной мире люди думают, что если он убит зло, то зло исчезнет. Ну, однаждаться снова и снова. Заглотаем. Так я уже в хобби, видя такую ситуацию безвыходную, пришла к раме, рама тоже. Он смог помочь, как все это считалось незатимым. Ну, вспомнил, что эта варка стала сильной. Из-за этой ситуации поднял ее, заход в горы. Не нарушать ли это вселенный путь? Мне кажется, плаширование, собранные, афуния, они пришли туда. Спрашивание. Пошло количество клубовов и возносили вручную структуру. Красивую и долгую молитву. Красивую и долгую молитву. Тегрит, тегрит, тегрит. С теоретических мантры есть одна особая вручная структура. Богу-боги возносят эту молитву, когда хотят выразить почтение духовной личности Бога. Вишню. Если нормальное течение жизни на какой-нибудь планете нарушается, Божество, которое управляет ею, может обратиться к какому-то повелителю Вселенной, Браме, Теда Браме обращается к иконному посуду Вишну. При этом он не встречается с ним лично, а взывает к нему с берега Молочного океана. В нашей Вселенной есть планета Шека-Двипа, на которой находится Молочный океан. Отличные юридические источники сообщают, что так же, как на Земле существуют океаны земной воды, на других планетах есть разные другие океаны. Где-то есть океан Молока, где-то океан Маска, где-то еще океаны свина, где-то я не знаю, а работают океан Молоком, где-то льти, нахудая талия, но как и отец. Что-то это, мы живем. Ты не могла плачать не по-какому. Я не знаю, что в стоячем, и я могу делать. Может, я живу, да? Полубоги обычно возносят молитву Куруши Сутта, чтобы вырастить верховного Господа, Кширадакаша и Вишну. Он называет Кширадакаша и Вишну, потому что он послужит на поверхности молочного храма. Кширадакаша и Вишну – это та форма руководительности и Бого, на которой появляются силисы и с你 светом Бога в этом Селенном. Такие технологии можно достойного на основе, но то же интересом капа. Cт에서는 физические капа. Все утверждается, можно не наблюдать, входят в этот мир через прозвитие, поднимаются и выходят наружу, потому что там не растешь. А, как Вишну, как? Кришна, а не автар приходит. Говорится, Кришна, или как? Тоже мне некое представление на этом. Детский говорит, источник его духовный канал существует. Дверь в этот мир для Кришны — это широкое решение. Усточник. 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 Итак, так полологии вознесли Марию Дружи в Сухтар. Но ответы никакого-то не последовало. Тогда господь Брампа привезли в свою медитацию, и молчил на Господу Вишну в послании, которое затем огласил под Богом. Знаете, когда все вместе по Боге обращаются, то это никакого казалось бы не было. Казалось бы означает, что у всех были разные ощущения, суективные. Понимаете? Не бывает так, что по Богу обращается никакого чувства. Такого не случается, но здесь, как мы вновления разходились, мне было ясно все же. В чем же воли священного? Нет. Тогда Господь Брампа единовично побудился в медитацию Богу. Нет. Самое склоненное существо в мире. Он может побудиться в медитацию. Не исключительно представиться к чему-то. Нет у него таких материальных желаний сильных. Я сам не был способен прощать любовь живого существа и равноднестися к демонам Бога. Ах! 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 Ты можешь глубже поедить туда в медитацию. Не отец своих существ. Ты говоришь даже демонами. Тебя точно услышит Господь и ты точно можешь помочь теперь. Ну это так, что даже Грамматы не услышит. Только только в случае. Ну Таня, в случае Граммог погрузился в медитацию. Не! Так приедется лидическое знание сначала выполнил Господь, вкладывает это знание в сердце Брама. Вначале, в Северном Багово там сказано, «Те не Брама, вреда, не знам никакой ею». Пронцедентное знание вверх было вложено в сердце Господа Брама. Этот раз только Брама смог услышать послание Господь Божьего. Затем он передал его к Богу. Послание мы сюда. Верховный Господь и Его могущественные энергии скоро появятся в мире. Погодите внимание. Верховный Господь и Его могущественные энергии. Причем много всего. Даже и бывает. Даже и бывает. Верховный Господь. Это внутренний энергичный. Который все устраивает в духовных мирах. Здесь, когда я говорю, Махамай, ну вот, ждет даже Грунга. Ждут его еще непосредственные окружения. Но нечто убивительное. Но ответить было нечто. Верховный Господь придет, чтобы уничтожить демонов и защитить преданных. Но в это время полубоги тоже должны находиться на земле и помогать ему. Т.е. пойдет время еще. А как у глубоких квадратов династий Ядов. Также нужно время вырезки и лицевидов. Принять уже облик тхармы ответственных людей, которые приготовлены. Облик тхармы – это зрелый человек. Ребенок еще не является демоновником. Это растущее семя. Еще непонятной природы. Интуржионной природы. Формируется. Облик тхармы означает, что человек уже готов к исполнению разности взрослых. Им тоже должно время воплотиться. Принять облик тхармы. И Господь должен явиться. Примерно, но где-то около. Еще тридцати, двадцати, двадцати лет. Значит, нужно ждать их немного. Для фури. Совсем много для людей того, в той эпохе тоже не больше времени. Это начнет очень скоро. Для этого все не должны немедленно родиться в семье царского рода Ядову, в котором со временем появился и сам Господь. Верховная личность Бога – Кришна. Родиться, как сын, по себе. Вот все же будет действовать. До Его пришествия все голубоги и их жены должны появиться на земле в многочастливых семьях, чтобы помогать Господу в осуществлении Его замысла. У нас тоже есть попытка включать замысла Господа. Кто знает о себе песня, если как был Бог, узнает Брама, и дальше до человеческого, точно также придает знания. А Бог и Бог, и каждый может включиться к исполнению такого служебника. Не точно. Кто получит эти знания, может присоединиться. Есть, конечно, люди, которые не дальше, не получают такую информацию. Они живут косвенным образом в этой мире, не используя все позвоночничество театра. Брама употребил слово «тат приятком». Оно означает, что голубоги должны энергично появиться на земле, чтобы исполнить волю Господа и ловить Ему. Иначе говоря, голубоги называют каждого, кто живет только для того, чтобы радовать предполный лишний с Богом. Присподь Брама также сообщил, что всенобучие воплощения Кришны Анатта, который на своих естественных головах держит планеты Вселенной, тоже появится на земле. Добрый человек, Господи Кришна. Видите, какая подготовка? Кришне сам Господь ждет. Полубоги узнали и о том, что для осуществления замысла Господа на земле, по Его приказам скоро должна сойти Его внешняя гневная мая, меняющая всех обусловленных душ. Давно же творения Брама Кхуми глубокам, и успокоив их ласковыми словами, Господь Брама, Отец Проживатель, Родителем всех существ Вселенной, отправился в Своё обитель на Брама Бог, находяющихся выше всех других материальных монет. Брама Кхуми был статей о том, что его существует. Он творил не стескрасно, но случилось так, что первые Его творения были невежественными, отвратительные, похотливые Существа. Эти похотливые Существа явились из части терна негатив права. Сопередная цель, он творил целью наполнить Вселенную, вянцы выполняться без Торца, завершить процесс творения. И похотливые Существа нужны, иначе они не будут рождаться в живых Существах. Камма должна быть. И эта Камма есть в Терри Браме также. Из этой части тела были произведены эти существа. Но Брама, когда увидел, он просто испытал прощения. Он не знал, что будет. Нет, здесь есть. Давай это просто. Что же? Я что-то думал. Я не слушал, я не хотел. Вот, Боже мой, если это тут подключить телевизор, что с живых, все ориентации точно просто. Есть, есть такие сети. Вон, и Существа. Эти существа не так явились на свет. Тут же вы телеграма. О, сказали, это чертовой, где шьё? Не жирей, давайте сожмём. Чертовой. Тогда Брам сказал. Погодите, погодите. Я ваш отец. Отец, отец, отец. Он стал отцом. Не дал бы это представление, я остановился. Молодцы, ребята. Так, Брама пришли зацом, все же усвячивались, но оценируют, только полностью остальные отношения. То есть, это представление, а отец не сразу появляется. Сначала здесь только фону не знал. Потом события встречи не твердые, и так далее. Напомню, как люди уже своими батонками, своими именами называют, уже вскоре не знал. Это потом. Абрама принимал свой отец. Я не читал это сначала. Но чтобы усилить всю эту вот часть, отец может доделировать даже где-то обид на его природе. И так. Обласка Бараба в умении, глубоков, классные слова преднёс, всех утешил, потому что он был очень счастлив услышать то, что услышал. Сам Хришна припел. Редкое, редкое. Глава рода Яр, отца Шудасена, правой страной Матхура, где находится город Матхура, в провинции Шудасена, названная там честь, его честь. Матхура, где Матхура, отца Шудасена, Матхура стала столицей всех целей династии ядов. Слава Матхура. Матхура, она была из столицей, еще и потому, что царей династии были очень многочастливы. И знали, что Матхура, а также Матхура, это место, где вечно пребывает Господь Кришна. Так, как говорится, Матхура, он вечно пребывает сейчас, во Вриндаване, сейчас пребывает Кришна. Там много божеств очень, много храмов. Люди не забывают Кришну, Матхури Вриндаване. В один из дней сын царя Шудасена Васудева, только что женившийся на девоке, ехал домой на колеснице вместе со своей молодой женой. Отец девоки по имени девока, который очень любил свою дочь, дал за ней богатое предание и подарил молодым сотни украшенных золотом колесниц. Там было, ну, настолько богатое предание, что это сотни колесниц с золотом, золотых колесниц и 400 слонов еще драгоценностей. 400 слонов только предано было девоке, тысячи колесниц, украшенных золотом, две сотни служанок, подруг ее, всех с ног до головы украшенных драгоценностями. В общем, был такой кортеж очень богатый, необычный, свадебный. Камса сын Уграсены, чтобы доставить удовольствие своей двоюродной сестре, взял в руки вожи и сам стал отправить колесницы Васудевы, потому что невеста, она чувствует разлуку с домом отца, когда уезжает в дом жениха, мужа. Ей радостно и ей больно одновременно. И поэтому вот он, как брат, решил по доброте своей, из любви к девочке, решил сам лично отвезти, чтобы она не тосковала слишком по дороге. Взял вожи и сам провел колесницы Камса. Он казался очень добродетельным, что воспитывался в семье великих царей, но его природа была ужасна, врожденная природа. Говорится, что жена Уграсены родила его случайно от оборотня Ракшаса, который принял облик ее мужа. Так случилось. Поэтому природа его была неиспроюмная. Но внешне он, видите, был любящий брат и прочее. Как? По внешнему воспитанию. Вот сейчас здесь будет инцидент. То, чего не ожидала ни девочки, ни другие. Сейчас проявится его полностью демоничная природа. Вдруг. Как оборотень. Вот перед вами только что полубог был. Сейчас что случится? По ведическому обычаю, когда девушка выходит замуж, брат новобрачный отвозит молодоженов в их дом. Поскольку молодой девушке тяжело расставаться с семьей отца, брат обычно провожает сестру до дома ее свекра, чтобы смягчить боль разлуки. Преданное, которое дал за дочерью девока, составляло 400 слонов, украшенных золотыми гирляндами, 15 тысяч богато убранных лошадей и 1800 колесниц. Он также послал вместе с дочерью 200 красивых девушек, согласно брачным обычаям кшатриев, до сих пор сохранившимся в Индии. Когда кшатри женится вместе с невестой, в ее дом направляются несколько десятков ее молодых подруг. Девушки, сопровождающие царицу, называются прислужницами, но на самом деле они подруги новобрачные. Этот обычай существует с незапамятных времен. По крайней мере, он был известен еще до того, как Кришна пришел на землю пять тысяч лет назад. Итак, Васудева вместе со своей женой девоки привел в дом еще 200 прекрасных девушек. В честь такого торжественного события музыканты, сопровождавшие свадебные шествия, играли на различных инструментах. Весело звучали раковины, рожки, барабаны, литавры. Камса умело правил колесницей, процессия двигалась, все были счастливы, и вдруг с небес раздался таинственный голос, обратившийся к Камсе. К его демонической природе теперь, смотрите. Голос выше обращается к демонической природе Камса. Опасно. Ситуация очень опасная. Как, знаете, тигр, который попробовал человеческую плоть, все, теперь вы ничего не понимаете, он придает. Так ситуация подходит. Камса, какой же ты глупец. Ну, то есть дурак по нашему. Ты просто дурак. Ты правишь колесницей своей сестры и зятя, не ведая того, что восьмой ребенок твоей сестры убьет тебя. Скажите, если праведнику только сказать, ничего же не случится. Верно. Зачем зря тратить небесный голос? Тут другая ситуация. Именно начинается процесс ускорения. Господь придет для того, чтобы спасти землю. Демоны все играют роль святых. Смотрите при этом. Вы их не распознаете. Они все выглядят святыми. Они совершают жертвоприношения. Они почитают браманов. Все необходимое делают. Какое зло, собственно говоря. Ну, да, вот кто-то, конечно, сражается. Но, естественно, кшатри сражаются и так далее. Но сознания Кришны никакого нет вообще. При внешней святости. Никакого духовного развития нет. Все люди должны поклоняться только этим демонам в итоге. Их этой вот напускной святости. И если в этом случае вы какого-то демона снимаете с поста, люди будут недоумевать. Почему? Святой человек же. Он нам платил пенсию. Заботился. Больничные листы. Работу нам предоставлял. Не так ли? Начислял стаж там и все. Все справедливо. Законы издавали. Как? За что? Поэтому голос здесь действует как бы, ну, провокационно. Ага. Не так убьет тебя Камса, восьмой ребенок, твоей сестры. А ты везешь ее на колеснице. Ха-ха-ха-ха-ха. Дурак ты, Камса. Камса сын Уграсена из рода Бходжи был самым демоничным среди царей. Ха-ха-ха. Этой династии. Услышав пророчество с небес, он схватил девочки за волосы и занес на ее головой меч. Вся любовь кончилась, видите. Вот он демон весь. Это демоническая культура. Сходиться, расходиться тоже это та же самая культура. Ну, к сожалению, мы не родились в семьях преданных, мы наследовали эту культуру. Мы видели примеры наших родственников. Мы с этим живем, правда, в этой нашей крови есть демоническая кровь. У каждого очень обидчивы, помним плохие вещи всю жизнь, не забываем. Хорошее нужно напомнить друг другу, причем голос повысить надо, чтобы человек вспомнил, что было хорошее что-то. Это кровь, рождение. Мы пытаемся ее превзойти с амскарами Хари Кришна мантры. И наши попытки могут быть успешными. Итак, схватил сестру двоюродную за волосы и уже меч. Все. Вас Федевы был поражен поведением Камсы. Не ожидал такого. Но как брат превратился в такого врага? Только что был любящий брат. Неожиданность. И чтобы как-то успокоить своего жестокого, бессовестного Шурина, он начал утешать его логично и убедительно. Он с ним стал говорить как со святым. Потому что сам святой. Масу Дева был святым. Дорогой Шурин, сказал он, ты самый прославленный царь из рода Бходжи, известный всем как величайший воин и доблестный правитель. Неужели ярость настолько ослепила тебя, что ты готов убить женщину, да еще собственную сестру в счастливый день свадьбы? Демоны легко забывают такие вещи. Почему ты так боишься смерти? Вот он на что. И стал он проповедовать Санхи-йогу. Представьте, Камса, значит, с мячом. Я окизывался и тут класс идет по Санхи-йоге. Ты не это тело, Камса. Вот интересная вещь, правда? Нужно понять, что Васу Дева обладал духовной силой. Больше, чем у Камсы. Он сейчас найдет выход, смотрите. Он более разумный. Почему так боишься смерти? Смерть приходит в этот мир вместе с рождением. Ты начал умирать с того самого дня, как появился на свет. Если сейчас тебе 25 лет, значит, ты уже 20 лет умираешь, Камса. Тебе 25 лет сегодня. Ты умираешь 25 лет, чего боишься? Ты постоянно умираешь? Видите, какая философия? Мы все умираем каждый день. Вчера умирали. После вчера умерло наше тело то. 10 лет назад тело наше было, оно умерло, его нет. Чего ж так боишься смерти? Этот день тоже проживет, этого тела не будет. Тело меняется каждый секунд. Умираешь каждую минуту, каждое мгновение. Почему же ты так боишься смерти? Смерть неизбежна. Ты можешь умереть сегодня или через 100 лет, но от смерти тебе не уйти. Зачем бояться смерти? По сути, смерть означает лишь уничтожение тела. Как только это тело перестанет существовать и смешается с пятью стихиями материальной природы, заключенная в нем душа получит другое тело в соответствии со своей деятельностью в нынешней жизни. Вот на что намекает Васведева. Если ты убьешь девок, то какое-то тело получишь в следующей жизни. Этот поступок навредит тебе. Ты можешь получить плохое тело, совершая такие грехи. Поэтому разумные демоны знают, как совершать грех правильно. Иногда руками других, но иногда они манипулируют жертвоприношениями. То есть они как-то владеют такими правилами тоже. Но, во всяком случае, Хероника Шипу достиг этого. Он стер различия между грехом и добродетелю, на самом деле. За грехи люди получали благочестивую реакцию при управлении Хероника Шипу. Представив себе человека, идущего по дороге. Сначала он делает шаг одной ногой. Затем убедившись, что она твердо стоит на земле, поднимает другую. Точно так же душа переселяется из одного тела в другое. Посмотри, как осторожно гусеницы приползают с ветки на ветку. Так и душа меняет телесную оболочку. После того, как высший суд определит, каким будет ее следующее тело. До тех пор, пока обусловленная душа находится в материальном мире, ей приходится менять одно тело за другим. Каждое новое тело дается нам по законам природы, согласно поступкам, совершенным нами в этой жизни. Та гусеница передвигается, она держится за это место. Видели, да? Оп! Туда отрывает эту сторону. То есть ничего страшного. Человек умирающего уже знает, куда, в принципе, он идет. Уже ум устремляется туда, схватывается. Страшно разорвать просто вот эту связь. А также яма-яма-писмаран-баван. Ума же туда ушел в этот момент. Подобный образ. То есть не так это выглядит жутко, как кажется. Это тело в точности похоже на тела, которые мы видим во сне. Когда мы спим и видим сны, мы создаем в уме множество различных образов. Я часто себя вижу в зеркало в разных формах вообще. Что я только не видел там в этом зеркале во сне. В кого только не превращался. Допустим, наяву мы видим золото и видели гору. Поэтому во сне мы можем увидеть золотую гору, совместив эти два образа. Иногда нам снится, что мы летаем по небу. И в это время мы совершенно забываем о своем настоящем теле. Точно так же меняются и наши физические тела. Получив новое тело, мы забываем о предыдущем. Во сне мы можем находиться во множестве новых тел, но проснувшись забываем о них. В сущности все эти материальные тела являются творениями нашего ума. Однако сейчас мы не помним о телах, которыми обладали в прошлом. Может кому-то в диковинку так думать, что да, от ума тело происходит. Но это факт, физический факт. Тело происходит с ума. Хорошо. Тело состоит из пищи. Понятно это? Это факт физический. Мы видим пищу, и эта пища усваивается, как бы вживляется вплоть. Целый механизм работает. Как эта пища становится вот мной, да, так как я думаю. Но как она вживляется? Давайте посмотрим. Что происходит? Каким образом пища становится моим телом? Какие энергии в этом участвуют? Происходит с каким участием? Только с химическим? Нет. Первое. Он должен принять пищу, обязательно ум. Иначе пища не усвоится в теле. Через тонкое тело это происходит. Вы должны почувствовать запах привлекательный для чувства ума. И ум готов. Он жаждет. У него появляется аппетит. Тут же начинаются эти все работать функции. Возможно, слюна выделяется. Меняется состав желудочной кислоты. Готовность принять пищу. Все органы, не только желудок. Все. Кровь, сердцебиение подключается к этому процессу. Просто потому, что вы испытываете голод и ум воспринимает вкусную пищу. Кладете на язык. И начинаете с жадности. Оп, 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 оп. Все остальное нам неведомо. Просто чувствуешь, что нормально. Есть энергия. Можно работать дальше. Ну, а если вам предложить что-нибудь отвратительное? Боже мой, это надо есть. Да вы что? Это страшнее смерти. Да я лучше умру. Я не могу это есть. Нет, ешь. Надо есть, иначе умрешь. Нет, вы берете эту пищу такую вот, которую даже представить невозможно. И что у вас рвота? А, выбрасывается все. Не принимается, не усваивается, не вживляется. То есть, механизм. Вживляется через тонкое тело. Нужен вкус. Нужна эмоция. Нужен аппетит. Желанность пищи должна быть. Особенно, если пища приготовлена с любовью. Ну, может быть, не все могут это различить. В ресторанах и столовых она не готовится с любовью. Люди, может быть, не различают сегодня в ресторанах и столовых. Но домашняя пища все равно она лучше. И бабушкины блины ничем не заменить. Это все помнят детство. Это вот тонкие механизмы. Мы видим, что ум господствует над телом. Определяет тип тела. Поэтому ум надо сохранять в чистоте. Здесь Васуд Дева говорит. Не совершая греховных действий. Все греховные поступки, которые мы совершаем, входят в наш ум. Вот как это происходит. И формирует следующее тело. Воплощение. Наш ум не постоянен по природе. Бывает, что едва приняв что-то, он тут же это отвергает. Принимать, отвергать. Таковы две функции, выполняемые умом. Когда он взаимодействует с пятью объектами чувств, формой, вкусом, запахом, звуком и прикосновением. В поисках удовольствия наш ум приходит в соприкосновение с объектами чувств. И когда мы хотим получить определенное тело, мы его обретаем. Как пищу. Так же как пищу. Таким образом, тело – это дар материальной природы. Получив тело, мы снова рождаемся в материальном мире, чтобы наслаждаться или страдать. В зависимости от того, какое у нас тело. Именно тело позволяет нам наслаждаться или страдать в соответствии с наклонностями, которые наш ум развил в прошлой жизни. То или иное тело дается нам в зависимости от состояния нашего ума в момент смерти. Вот тут разворачивается целая философия. Удивительно, как Камса, видите, он слушает все это. Не перебивает Васудеву. Знаете почему? Ну, казалось бы, он уже вспыхнул все, уже даже меч вынул, уже сделал решительное действие, уже проявил себя как демона. Он слушает, потому что Васудева обладает огромной духовной мощью. Он говорит реализованно эти вещи. При этом Васудева, как говорится в Агаватам, испытывал страх перед Камсой, но не подал даже малейшего виду и даже легко улыбался. В очень такой легкой форме он не было тяжести. Не обвинял, то есть не было неприязни, он не выражал таких вот вещей. Поэтому Камса как бы застыл от этого и должен был слушать. Есть такая форма Шравана, когда мы замираем. Просто слушаем. Что касается сердца. Оп! И тормозится ум, чувства, все наши самскары останавливаются на какое-то время. И тогда мы слушаем, слышим, что говорится. И Васудеву подал такой мощью духовной. Небесные светила, Солнце, Луна и звезды отражаются в различных жидкостях, например, в воде или масле. Их отражения колеблются вместе с движениями в жидкости. Когда Луна отражается в воде, мы глядя на движение воды, думаем, что Луна тоже движется. Хотя на самом деле она неподвижна. Точно так же в результате деятельности ума обусловленная душа получает разные тела. Хотя в действительности она не связана с ними. Но околдованные май и находящиеся во власти иллюзии душа отразляют себя с телом определенного типа. Такова обусловленная жизнь. Сейчас мы находимся в теле человека. Из-за этого мы думаем, что принадлежим к человеческому обществу. Живем в той или иной стране, в том или ином месте. И поскольку мы связываем себя со всем этим, мы готовим себе новое тело, которое на самом деле нам не требуется. Подобные мысли и желания приводят к тому, что мы получаем одно за другим различные типы тел. Материальная энергия влияет на нас так сильно, что мы довольны любым телом, которое получаем. И с удовольствием отрежствляем себя с ним. Поэтому я прошу тебя не подчиняться прихотям ума и тела. Вот удалось Васудеве выразить все очень логично, убедительно. Васудева попросил Камцу не гневаться на свою сестру, которая только что вышла замуж. Человек не должен враждовать другими. Ибо враждебность и зависть – причина страха, как в этом, так и в ином мире. Когда мы предстаем перед Ямараджем, божеством и карающим грешников после смерти, Васудеве просил Камцу за девочки, напомнив ему, что она его младшая сестра. По возрасту примерно она годилась ему в дочери. Камца превосходил возраст сильно ее. Он также напомнил, что все это происходит благодаря благословенный день ее свадьбы. Младшую сестру или брата следует защищать, как собственного ребенка. «Ты должен быть очень осмотрительным», – сказал Васудеве. «Убив девок, и ты запятнаешь свое доброе имя». Так Васудеве пытался успокоить Камцу добрыми советами и философскими наставлениями. Но Камцу невозможно было утихомирить, поскольку все его друзья были демонами. Подружившись с демонами, он сам стал демоном. Хотя происходил из благородной царской семьи, демон никогда не слушает добрых советов. Он подобен закоренелому вору, которому не помогут никакие нравоучения. Точно так же демонам или прирожденным безбожникам едва ли пойдут на пользу благие советы. Даже если их дает мудрый человек. В этом разница между полубогами и демонами. Те, кто способен принять мудрые наставления и жить в соответствии с ними, называют полубогом. А те, кто не внемлет добрым советом, именуют демонами. Не сумев умиротворить Камцу, Васудева стал размышлять, как ему защитить девоки. Да? То есть Васудева задумался. Камца с мечом. Девоки за волосы. Васудева дал лекцию только что. Не помогло. И он задумался. Как защитить девоки. А Камца в это время ждет, да? То есть все очень быстро происходило. Васудева происходил из рода кшатриев. В экстремальной ситуации кшатри очень быстро соображают. То есть нужно понять, скорость ума у Васудева не такая, как у нас, да? Нам часто нужно думать день, два, три, чтобы принять решение. Разводиться или не разводиться. Жениться или не жениться. И мы ходим полжизни. Вместо того, чтобы о Кришне думать, думаем, а вот по этих вещах мы не можем понять. Скорость ума очень медленная. Много привязанностей. Много всяких факторов, которые нас не дают решение принять. Есть шастры, есть родственники, есть характеры. Есть мое собственное желание, чувство, как все это соединить, какое решение принять, как жить дальше. Что делать? Кошмар. Нужен духовный учитель, говорится. Итак, Васудева задумался, тут написано. Сталкиваясь с опасностью, разумный человек должен сделать все возможное, чтобы ее избежать. Если же, несмотря на все усилия, ему это не удается, в этом нет его вины. Человек должен стараться исполнить свой долг, но если его попытки заканчиваются неудачей, его нельзя упрекать за это. Наша обязанность избегать смерти и боли, пока мы живем. Это наша обязанность. Мы не должны искать боли для других и для себя, и смерти для других и для себя. Но если при всех наших попытках смерть все-таки нас настигла, это не наша вина. Это не наша вина. Васудева размышлял таким образом. Сейчас главное для меня спасти девоки. Позже, когда у нас будут дети, я придумаю, как их уберечь. Если в будущем, думал он, у меня родится ребенок, который, как описывает Камса, сможет его убить, то и девоки, и ребенок будут спасены, ибо пути проведения неисповедимы. Но сейчас я должен сделать все, чтобы защитить девоки. Смотрите, здесь написано, что Васудева говорит, так сказал Камса, что убьет его мой сын. Возможно, это означает, что Васудева не слышал голоса с неба. Что только Камса слышал голоса с неба. Поэтому представьте, насколько удивился Васудева, когда вдруг ни с того ни с сего Камса вдруг схватил меч, напал на девоки. В такой день. Нельзя достоверно определить, почему душа попадает в то или иное тело. Как нельзя сказать, почему огонь охватывает те или иные деревья, когда в лесу возникает пожар. Во время лесного пожара пламя иногда оставляет нетронутым одно дерево, а под порывом ветра перекидывается на другое. Так и живое существо может очень добросовестно выполнить свой долг, но все равно трудно сказать, какое тело оно получит в следующей жизни. Огонь может перекинуться через несколько деревьев или под порывом ветра в другое место перейти. То есть трудно предсказать, как распространится пожар. Его просто гасит, гасит и гасит. Со всех сторон. То есть стихия практически неконтролируемая, нелогичная стихия. Но все же мы знаем, что если растащить поленье или горючее, пожар прекратится. Вот это мы знаем хорошо. Например, Махараджа Бхарата стремился к самоосознанию и с большим тщанием исполнял свои обязанности. Однако случилось так, что на какое-то время он привязался к олененку, и поэтому в следующей жизни пришлось родиться в теле оленя. То есть по всем признакам он должен освободиться был. Но тут, видите, случилось что-то нечто непредсказуемое. То есть мы не знаем всякие тонкости нашей кармы. Вдруг вмешивается какая-то ситуация, и все пойдет по другому сценарию. Вдруг не знаю. А у Джамилы тоже случилось подобное. Родился в святой семье, и вдруг он пал и стал грешником. Обдумав, как спасти жену, Васудева снова заговорил с Камсой. Он обратился к нему с большим почтением, хотя Камса был величайшим грешником. Порой случается, что даже такой добродетельный человек, как Васудева, вынужден льстить грешнику, подобному Камсе. Обычно таким образом ведутся все дипломатические переговоры. Хотя Васудева был глубоко опечален, он старался улыбаться. Но вел себя так, с бессовестным Камсой, потому что знал о его жестокости. Васудева сказал, дорогой Шурин, пойми, что от твоей сестры для тебя нет никакой угрозы. Ты ожидаешь беды, потому что услышал пророческий голос с небес. Но опасность должна исходить от сыновей твоей сестры, которых еще нет на свете. И кто знает, будут ли у нее вообще сыновья. Судя по всему, с той фразой, если соединить, Камса все-таки сказал причину своего гнева. Объяснил. Объяснил. Судя по всему, с демонической природой, он очень сильный. И то, что сказал Васудева, он понял, что в этом есть смысл для его репутации. Он прав, оказался Васудева. Осталось только поверить Васудеве, что Васудева так сделает. И вот тут Камса был убежден твердо, потому что знал качество Васудева. Представьте, он понимал, какой это Парамахамса. Веда говорится, что есть четыре вещи, в которых вы можете быть убеждены на сто процентов. Уверены на сто процентов. Четыре вещи существуют. Первое. Тот, кто предан абсолютной истине, становится бесстрашным. Его не запугаешь ничем. Второе. Тот, кто предан Кришне, Верховной Личности Бога, не зависит ни от одного смертного человека в этом мире. Второе. Третье. Третье. В чем абсолютным? Тот, кто рвется к власти, никакие его злодеяния не остановят. Ни перед чем не становится человеком. Любое злодеяние совершит тот, кто стремится, рвется к власти. И четвертое. Нет такой вещи в творении, от которой бы не отказался человек, преданный Кришне. На основании вот этих вещей Камса понял. Он поверил в Асудеве. Он знал, как говорится, цену его честному слову. То, что такой человек не сможет обмануть никогда. Он ничем не связан в этом мире. Камса знал цену честному слову Асудевы. И последний довод его убедил. На время он решил отказаться от своего гнусного замысла. Асудей был счастлив и поблагодарил Камсу за его решение. Вернулся, поблагодарив, вернулся домой. Каждый год после этого в положенный срок к девочке рожала ребенка. Всего она родила восемь мальчиков и одну девочку. Когда родился первенец, Асудева, держа данное им слово, сразу отнес ребенка Камсе. Асудевы был в высшей степени благородным человеком. Цену его честному слову знали все. И он не хотел терять свое доброе имя. Асудеве было очень больно отдавать новорожденного сына. Камса же, Киртиман звали этого ребенка первого. Камса же с великой радостью принял младенца из его рук. Но потом ему стало жаль Асудеву. Все это весьма поучительно. Для такой великой души, как Асудева, личная боль не может быть препятствием для исполнения долга. Знающий человек, каким был Асудева, исполняет свой долг без сомнений и колебаний. С другой стороны, такой демон, как Камса, способен не задумываясь совершить любую гнусность. Поэтому говорится, что святой готов перенести любые тяготы жизни. Мудрый всегда готов исполнить свой долг, не ожидая для этого благоприятных обстоятельств. Низкий человек, подобен Камсе, готов совершить любой грех. А преданный готов всем пожертвовать ради Верховной Личности Бога. Вот четыре вещи тут описываются. Камсе понравился поступок Асудевы. Его удивилось, что Асудева сдержал слово. Довольный Асудевы, Камса почувствовал, сочувственно сказал, «Дорогой Асудева, можешь не отдавать мне этого ребенка. Он для меня не опасен. Я слышал, что меня убьет восьмой сын, восьмой ребенок, родившийся у вас девоки. Зачем же мне без нужды забирать у тебя этого ребенка? Возьми его, возвращайся домой спокойно». Казалось бы, все более-менее прилично. Асудевы был счастлив вернуться домой со своим первенцем. «Его обрадовал поступок Камса, но, зная необузданный нрав своего Шурина, он по-прежнему питал к нему недоверие». Почему? «Не доверяете людям, которые не контролируют свои чувства. Никому». Неважно, кто это. Если он чувства не контролирует, вы не можете доверять полностью этому человеку. «Честное слово, безбожника не может быть твердым. Тот, кто не умеет управлять своими чувствами, не в состоянии исполнить принятое решение». Великий политик Ченаки-пандит говорил, «Никогда не доверяй дипломату или женщине». Ну, без неприязни к женщинам только. Природа такая. Природа детей, говорится. Дети тоже обещают и забывают. Слышали такое от своих жен? «Я забыла». И все это для нее полный аргумент. Для мужчины это порог вообще. «Забыл долг?» Погоди. «Тебя нужно в армию отправить, там тебя научат». «Там не бывает, что ты забыл». «Как это забыл вообще?» А женщина говорит, «Я забыла». И все на этом. Аргументировано на сто процентов. Это ее не обвиняют как забывчивость. Поэтому Ченаки-пандит говорит, «Женщинам не доверяйте. Вы с нами можете доверять». «В это время…» Тут начинается интрига страшная. Все от Камса вроде бы. Договорились, понимаете? Все нормально. «В это время к Камсе пришел великий мудрец Нарада». К счастью или к несчастью трудно понять вообще. Для него это одно и то же. Для него что счастье, что несчастье. Он трансценденталист. У него совершенно другой план вообще. Он вообще не думает ни о детях девоки там, ни о Камсе, ни о этих. Он думает о Кришне. «Он узнал, что Камса проявил сочувствие к Васудеве и вернул ему новорожденного сына. Нарада стремился приблизить явление Господа Кришны». Вот о чем он думал. «Поэтому он сообщил Камсе, что Махараджа Нанда и другие пастухи и их жены, живущие во Риндаване, а также Васудева, его отец Шурацена и все их родственники, рожденные в семье в Ришне, в династии Яду, так же, как и все их родственники. Поскольку сам он, Камса, а также его друзья и советники были демонами». «Вы же демоны», — он говорил. «Демоны всегда боятся полубогов. Узнав от народа о том, что на земле родились полубоги, Камса очень встревожился. Он понял, раз полубоги уже появились, скоро придет и сам Господь Вишну». Тут понятно стало. «Он тут же велел схватить Васудевы девоки и бросить их в темницу». Вот что натворил народа. То есть у меня жалоба. На народу я буду подавать жалобу. Никто не разделяет. Никто не поддерживает. «В тюрьме у Васудевы девоки, законных в цепи, год за годом рождались сыновья. И Камсу убивал их одного за другим». За счет страха он стал думать, что любой может быть как первым, так вторым, так и восьмым. То есть полубоги могут все запутать. Из страха он стал думать таким образом, стал убивать всех подряд. «Да, он опасаясь, что каждый из них может быть воплощением в Вишну. Особенно он боялся восьмого ребенка Васудевы девоки. Но после визита народа он перешел к мысли, что любой из младенцев может оказаться Кришной. Поэтому он посчитал, что лучше убивать всех детей, рождающихся у девоки Васудевы. Понять действия Камсы совсем не трудно. История знает много примеров, когда сыновья царей убивали своих отцов, братьев, а иногда всю свою семью и друзей, чтобы осуществить свои честолюбивые замыслы. В этом нет ничего удивительного. Алчные цари-демоны способны убить любого ради достижения своих низких целей. По милости народы, Камса узнал историю своей предыдущей жизни. Нарада открыл ему, что прежде Камса был демоном по имени Каланеме. Возможно, это восьмая песнь Багов об этом описывает. Сражение то великое. И там присутствовал очень великий демон Каланеме. Был убит Господом Вишни. И вот Нарада говорит Камсе об этом, кем он был в прошлом. Каланеме и погиб от руки Вишну. Теперь, когда он родился в семье Пходжи, он решил стать заклятым врагом рода ядовов. В этой семье предстояло родиться Кришне и Камса очень боялся, что Кришна снова убьет его, как это случилось в прошлой жизни. То есть, страх был сильный с прошлой жизни, поскольку Вишну уже убил его. Несмотря на все его могущество, он не смог победить Вишну. Поэтому очень-очень боялся. Прежде всего, Камса бросил в тюрьму своего сына, отца Уграсену, поскольку тот был главой царских родов Яуду, Пходжи и Антхаки. Он также захватил земли Шурасена, отца Васудевы, и объявил себя царем всех этих владений. Так в книге Бхакти-Виданте «Кришна. Верховная Личность Бога» заканчивается глава первая. «Пришествие Господа Кришны». Тут мы остановимся на какое-то время, и мы потом продолжим позже. Сколько сейчас точно время? Да, у нас по плану. Где организаторы? Организаторы где? Абхишека. Абхишека должна быть, да? Тогда нужно готовить. Готовить место для Абхишеки. В следующей главе уже опишется подробно, как явится Господь Кришна. даже через следующую, потому что здесь еще будет молитва полубогов, еще будет описываться беременность, диалоги, ее удивительное состояние. Если ты громко будешь говорить, то можно. Это не громко. Тебя никто не слышит. Почему и чего именно он боялся? Ведь он сам как всегда говорил, что он проповедовал, что не это тело, что не все боятся. Почему он боялся? Что за девочки? На глазах у него хотели убить его жену, молодую. Естественно, он испытывал страх, что Камса мог это сделать. Вполне был способен. Итак, пока готовится Абхишека, может быть, тогда можно какие-то вопросы задать? Первые семь? Или шесть? Шесть. Первые шесть. Описывается позже, когда Кришна вернет этих убитых сыновей, девоки, о них скажут несколько слов. Пока здесь ничего. Им было предопределено умереть сразу после рождения, с прошлой жизни, как выяснится. Видите, вот ковер занимал почти всю площадь. Здесь вернуть его практически нет, да? И так же сотворение пропадок, говорит материальное. Можно свернуть, поставить уголок. Спасибо. Так, там вопросы вижу. Каких детей? Ну, вовремя. Абхишек. Абхишек. Да, 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 да. Потому что, когда явилась Дурга, когда явилась Дурга, она сказала ему об этом, что, Камса, ты глуп, потому что уже явился тот ребенок, уже родился. И тогда он был в замешательстве. не мог понять, где родился этот ребенок, что он должен быть от девоки родиться, но Дурга сказала, что он уже родился. Какой-то мистический обман он понял, что где-то был обман, Вишну где-то обманул его. И тогда демоны сказали, какие проблемы, чего ты боишься? Полу-богов бояться не надо. Они тебя боятся. Оружие индры даже нам не страшно. Брама не вмешивается в наши дела. Шива тоже в аскезах. Давай убьем всех этих детей новорожденных. Кто нам помешает? И так тебя точно обезопасит. То есть он советовался с друзьями демонами. И потом он приказал, да, перебить всех детей. Путана в этом принимала большое участие также. Она ходила по всем округам и поедала этих младенцев. Вообще это греховная деятельность, но по указанию царя она радовалась просто такому указанию, что теперь она вполне законный житель. Действует по закону. Указ царя был такой. Итак, демоны выполняли эти задания. Турмухаш. Турмухаш. А почему он субеял, он не вступил в бой с камсями? Он знал, что он был субеем, потому что он беззаконен на его глазах происходит, и в шатре его, по идее, обязана амблигировать, пресечь беззаконен. То есть снова он начал улыбаться, то есть он стал терпеть, а если он начал улыбаться, то есть с ним дипломатика. Они были кшатриями разного ранга, поэтому... Камса был царевичем царя Уграсены, а царь Уграсен возглавлял все боджи, андхаки и еще одну династию. Он был великий царь, поэтому Камса как бы был выше по рангу. Такая еще деталь была. Ну вот, может быть, еще были другие вещи, но вот такая была деталь. Обладал большей властью. Да. Благодаря народе, получается, с роталия, а почему он это сделал, и почему-то не считается с роталией, по его бене, как и с роталией? Это могут только трансцендаристы такого уровня делать, как народа, знающие прошлое и настоящее будущее. Он знал судьбу этих детей заранее уже, которые должны быть убиткамцами. Чтобы Кришна явился, у Кришны должно быть тоже расположение к этому. Две причины. Преданные должны звать его, молиться ему. Другая причина – демоны слишком тревожат преданных. Поэтому ситуация обостряется таким образом. И так ускоряется приход Кришны. Таков Кришна. Вы знаете, что он может смотреть спокойно на все наши проблемы, не вмешиваясь. Пока мы очень искренне обратимся к нему. Когда он приходит. Только к преданным приходит. И чтобы он сам явился лично вообще, нужны такие преданные, как Господи Девы и Девыки. Нужны такие демоны, как Камса. И так очень острой ситуацией Кришна является. Но он убивает Камс в итоге. Лично сам. Даже не позволяет это сделать своим энергием. Сам убивает его. Собственными руками. Как Нарисимхадев? Собственными руками убивает Хероника Шеха. А Птишега готова у нас? Почти готова. Так, Боржества скоро придут. Дамаю, ты возьми гармонь. Начинаю Кирстен. Вопрос есть? Хорошо. Скажите, пожалуйста, как ты боролись на себя и на человеческую природу, которая особенно просыпается, когда ходишься среди корми? Среди корми нормально. Можно отдать жару там корми, показать, что у нас тоже есть такая природа, не только у них. Среди предных не надо. Ха-ха-ха. Будь ягненком дома и львом на охоте. Да? Так Рупада говорил. Раз есть такая демоническая природа, найди место ей тоже полезное. Вот, круши демонов. Вот микрофон. Всё, Кирта, нужно начинать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok